Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Шаббат шалом, друзья, еще раз. Приветствуем всех в еврейско-мессианской общине Орхамашиах, где евреи и неевреи славят Бога Всевышнего и исповедуют Ешо, Мессии, Израиля и Спасителям этого мира. Ему слава вовеки. Аминь. Аллилуйя. Хорошо, что у нас есть память, и я вспомнил, что мне надо сделать объявление. Поэтому прежде чем начать свое послание, хочу сделать объявление для братьев. Братья, к сожалению, братское служение, которое должно состояться было в это воскресенье в 16.30, у нас по адресу Большая Арнаутская, 75, переносится на 18 число. На это же время, по причине того, что наш брат Александр Назаренко, он заболел. Поэтому, пожалуйста, молитесь за него, чтобы он выздоровел, и мы, все братья, единодушно вместе, могли собраться в следующее воскресенье. Аминь. Друзья, сегодня я хочу с вами говорить на одну непростую тему. Сегодня я буду вам проповедовать о Теодицеи. Ну, такое слово серьезное, и хочу сказать, что за собой оно несет тоже очень серьезные вещи. Теодицеи, скажем так, мы все с вами с ними сталкиваемся, с этими вещами. И я долго шел к этой проповеди, конечно. Это проблема, Теодицеи объясню, это проблема зла, существования зла и страданий в этом мире. Мы все с вами, будучи христианами, понимаем, что и знаем, и верим, что Бог благо, человеколюбивый. Но, несмотря на это, мы видим множество зла и страданий. Да? И тут мы должны с вами очень четко понимать, почему эти страдания и зло происходят. И я думаю, что, возможно, у многих из вас когда-то этот вопрос стоял. Может быть, у кого-то он стоит и сейчас. Почему произошли те или иные серьезные, иногда страшные события в жизни? Почему добрые люди умирают, а злые живут и здравствуют? Почему умирают дети у верующих, родителей? Почему стихии природы могут в одно мгновение убить тысячу людей, причем и верующих, и неверующих, взрослых, маленьких? Ну, я думаю, что вы задавали. Кто задавал такие вопросы? Я думаю, что многие из вас задавали вопросы и себе, и Богу по этому поводу. И сегодня я хочу говорить с вами именно об этом. Я, конечно, не смогу вам дать ответы на все частные ситуации, но постараюсь показать общую концепцию, общую картину существования страданий и зла в этом мире. И давайте мы с вами помолимся. Небесный наш Отец, Божий милостивый и благий, мы действительно знаем, что ты Бог благой и человеколюбивый, Божий. Но в нашей жизни мы очень часто сталкиваемся с болью, страданиями, злом. Боже, иногда это зло касается и нас, и мы можем задавать тебе вопросы, Боже, почему ты это допускаешь? Дух Святой, я прошу сегодня, чтобы ты особенным образом работал на этом месте и помог нам понять, Боже, почему ты это делаешь, Господи. Мы просим тебя, чтобы ты помог нам, Боже, действительно это понимать, для того, чтобы мы могли проходить тяжелые ситуации, чтобы мы могли служить людям, которые проходят тяжелые ситуации. Мы просим тебя об этом во имя Господа нашего и Спасителя, Ишуа Мессии. Аминь. И тема сегодняшней проповеди, она является одной из частей или граней Божьего плана, который направлен на восстановление мироздания, друзья. Которое, все мироздание по замыслу Бога, как мы с вами знаем, весьма хорошо. И говорили в прошлый раз, на прошлом шабате. И поэтому сегодня я сразу хочу сделать таких несколько ключевых акцентов, которые помогут нам двигаться вперед. Понимая эти акценты, нам будет проще двигаться в этой проповеди и будет проще двигаться по нашей жизни христианской. Это очень важно. Итак, Ишуа является Господом и Спасителем, и Скупителем всего. Он является непосредственным руководителем истории развития всего человечества и всего, что происходит на этой земле, всему мирозданию. И он движет все по заранее намеченному Богом плану. Вы согласны с этим? Аминь, можно сказать. Это твердое аминь. Божий план искупительный, он имеет всеобъемлющее действие. Он не направлен только лишь на человека. Он имеет всеобъемлющее действие и направлен на восстановление всего мироздания. Цель Божьего спасения, она связана с тем, чтобы во всей полноте восстановить человечество. Первый Бог хочет восстановить свое творение и через свое творение восстановить мироздание. Это то, на чем мы должны твердо стоять. И теперь, имея твердое основание, мы можем смело двигаться вперед. Я уверен, что все мы с вами встречаемся в нашей жизни с состраданием и злом. И это зло бывает обоснованное и необоснованное. Я объясню вам, что такое обоснованное зло на примере. Допустим, наркоман, молодой человек, который в 15 лет начинает употреблять наркотики. К примеру, в лет 25-27 он умирает. Естественно, что его родные, его близкие, они переживают, и у них вопрос, почему так рано произошла смерть, почему так рано смерть его забрала. Но, по сути, этому злу есть объяснение. Этот человек, употребляющий наркотики, он сам целенаправленно изо дня в день свою жизнь убивал. Да, и в конечном счете это привело к смерти. Другой пример. Человек живет, к примеру, до 72 лет. Прекрасно живет. Ничего не болело у него, никогда не болел. Прекрасно выглядит на 57. Работает на прекрасной работе. Все у него хорошо. В один прекрасный момент у него отрывается тромб, и он скоропостижно умирает. Той же ситуация. Конечно, это шок для окружающих людей. Это боль, это страдание. Почему? Здоровый человек. Все хорошо, прекрасно, в один миг, бах, и человека нет. Но смерть этого человека, она имеет обоснование. Почему? Потому что Писание говорит в Псалме 89, 10 стихе, дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Человек, проживший 72 года, по сути, он прожил путь, который отмерил Бог, да, отмеряет Бог. И это 72 года, в принципе, это уже старость, а старость, она связана со смертью. Поэтому у подобного зла, которое является злом, считается злом, человек скоропостижно умер, есть обоснование. Есть необоснованное зло, друзья. И я приводил в начале примеры. В семье верующих родителей умирает ребенок, там, в 3-4 года. Нормальная, прекрасная, великолепная семья, верит Богу, служит Богу, умирает ребенок. Или, например, землетрясение, тоже. Тысячу людей погибает, верующие, неверующие, все. И, кажется, какие обоснования, ну, нет оснований для этого зла. Да, но почему-то это происходит в жизни. И я думаю, что мы, ну, действительно встречаемся с этими ситуациями, мы сталкиваемся, кто-то ближе, кто-то меньше. Ну, мы все видим, как в мире происходят своего рода катаклизмы. Мы слышим о войнах, которые миллионы людей забирают. И все мы сталкиваемся. Кто-то сталкивается ближе, кто-то сталкивается не близко. Ну, слава Богу, что Бог делает так, что как можно меньше людей сталкиваются непосредственно с этой проблемой. Но я скажу, что мы с моей женой, моя семья, мы проходили такую ситуацию. И я уже свидетельствовал вам о том, что 14 лет назад у нас умерла дочь. И поэтому не понаслышке, а на своем жизненном опыте я могу сказать, что в такие минуты приходит дьявол. Это критические минуты, это такие ключевые минуты нашей жизни, нашей веры, в которые приходит дьявол и задает один вопрос. А где же твой Бог? Где это? Он всегда бьет как бы в самую десятку и спрашивает, а где же твой Бог в этой ситуации был? И такие ситуации влияют не только лишь на нашу веру, тех людей, которые проходят эту ситуацию. Да, в основном дьявол, он бьет именно в этих людей. Но эти ситуации влияют на окружающих нас людей. Они окружают, влияют на наших родных. Они влияют на братьев и сестер в церкви также. Потому что те, которые зрелые, что они делают? Они пытаются сострадать, они пытаются помочь пройти эту ситуацию человека. Те, которые не зрелые, они немножко идут по другому пути. Они начинают, пытаются понять причину, а почему же произошло это в жизни у этих людей такая ситуация. Скажу, в большей степени, как правило, находится грех. И как бы люди успокаиваются. Ну, грех, но по-любому, по сути, слава Богу, что это было не со мной. Я скажу, что эта проблема подобных ситуаций влияет и на неверующее наше окружение. И люди все-таки очень часто, они утверждаются в том, что Бога нет. Они думают, ну что ж человек верующий, как бы все, и такая ситуация. Я скажу, что проблема зла вот среди атеистического мира, она является одним из таких ключевых моментов, на которые они опираются в том, чтобы доказать, что Бога нет. И это очень важный момент. Поэтому, друзья, нам надо с этим вопросом обязательно разобраться и понимать его. Как показывает Священное Писание, я думаю, что мы с вами это все прекрасно понимаем, что основной, основополагающей причиной существования проблемы зла в этом мире является грех. И вначале пал сатана, потом попал человек, будучи искушаем дьяволом, вкусив плод, дерево познания добра и зла, и тем самым положил начало существования злу в этом мире, как бы, среди человека. И имея, вот, я думаю, что все мы с вами имеем наш жизненный опыт, и все с вами, будучи верующими людьми, мы считаем Священное Писание, то на основании Священного Писания и нашего опыта мы с вами можем выделить как минимум два вида зла, которые имеют видимое такое проявление в этом мире. И первое зло, я бы назвал это нравственное зло. Это зло, которое направлено, исходит от человека против человека. И к этому виду зла мы можем отнести убийство, к этому виду зла мы можем отнести войны, преступления друг против друга и так далее. И его проявление, оно началось вскоре после грехопадения. Мы все с вами это хорошо знаем, что дети Адама, они убили один другого. Бытие, 4 глава, 8 стих. И когда они были на поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот такое, явное такое зло человека против человека. Первое такое выраженное зло, которое мы читаем в Писании. Далее мы видим уже очень быстро, что уже внук Каина, Ламех, он убил человека просто ради того, чтобы показать свою доблесть перед женщинами. Вот просто из такого, скажем так, спортивного интереса, чтобы показать, какой он крутой мужчина. При этом, еще где-то он даже прикрылся Богом этой ситуации. Это Бытие, 4 глава, 24 стих. Послушайте, какое зухвальце в этом. Послушайте, жены мои, я убил человека. Вы чувствуете, как в этих стихах показано все вот это вот состояние силы греха, который идет на разрушение. И который производит такое состояние в человеке. Зухвальство перед женщинами, что он это сделал. Опять же, и это показывает о том, что именно грех, друзья, является единственной причиной этого типа нравственного зла, которое мы можем видеть в окружающей, ну, в нашей жизни. И это зло, оно должно из чего-то вытекать вообще. И вытекает это зло, нравственное зло, из свободы человеческого выбора. Человек сам целенаправленно выбирает зло. Каин, он сам выбрал. Никто его не заставил. Он сам выбрал убить Авеля. Выбор Ломеха был такой же самый. И свобода выбора, она дана человеку Богом. И это то, что отличает нас от всего существующего творения на этой земле. Но человек почему-то, он сам выбирает это зло. Но интересно то, что если бы Бог противостоял проявлению зла между людьми, то наша свобода выбора, она не была бы уже свободой. Ее нельзя было назвать свободой и сказать, что мы имеем свободу выбора. Но тогда возникает вопрос, почему же тогда верующие люди, вот в таких ситуациях, понимая, мы же понимаем, что мы существа со свободой выбора. Почему же верующие люди перелаживают ответственность на Бога, обвиняя Его, что Он мог это зло предотвратить. Говоря, да, очень часто, ну Бог же всемогущий. Ну, и Он таки действительно всемогущий. Почему же Он тогда не предотвратил это зло, если Он всемогущий. Но, друзья, мы не должны упускать ни в коем случае из внимания фактор нашей с вами свободы выбора. Потому что наша свобода, как я сказал, она не была бы свободой. Она не была бы свободой, если бы Бог постоянно вмешивался и делал то, о чем я говорю. Это очень важный момент. И поэтому мы не имеем морального права винить Бога в пассивности, когда происходят определенные ситуации в жизни. Это неправильно. Попытаюсь объяснить вам это на примере. Например, родители дарят мальчику, там, ребенку в 9 лет футбольный мяч. Да, представьте, я вспоминаю себя в 9 лет, и футбольный мяч – это предел мечтаний вообще. Он тогда, отвлекусь немножко, стоил 16 рублей советского производства, а 25 рублей импортный футбольный мяч. Это было событие неимоверных размеров для ребенка. И представьте, родители говорят ребенку, мы тебе дарим мяч, но, пожалуйста, не надо играть этим мячом в квартире, потому что ты можешь что-то разбить. Для того, чтобы играть в мяч, иди, пожалуйста, на улицу и играй. Но ребенок, зная, как правильно поступать, он все-таки что делает? Он выбирает поиграть мячом, как обычно, в доме, разбивает дорогую вазу и потом говорит, родители, что это вы мне мяч купили? Ну, я из-за вас разбил вазу, как бы. Ну, это немножко как бы неправильно. Нормальные родители все-таки накажут ребенка, но интересно то, что вазу уже ее не вернешь. Вазы нету, друзья. При этом, представьте себе ситуацию по-другому. Поэтому родители покупают ребенку мяч, понимая, что он по-любому будет играть в доме. И они говорят, сынок, мы знаем, что ты в перспективе будешь играть в доме. Поэтому жить с сегодняшнего дня ты будешь на улице. Чтобы не разбить вазу, ты будешь жить на улице. Они строят ему халабуду. И к чему это производит? Начинают приходить соседи. Что это такое? Этим все не закончится. Они идут в службы и говорят, послушайте, у нас родители здесь странные купили ребенку мяч, поместили его в будку. И вот придут эти службы. И они заберут этого ребенка у родителей. И будет разрушена семья. И будут большие проблемы. В этой семье, в моральном состоянии родители. Это такой маленький, простейший пример, который показывает цепь того, если бы Бог постоянно вмешивался в ситуации и предотвращал зло, то если взять концепции всего мира, то это могло привести к таким последствиям, что мы бы их не хотели. Друзья, мы просто не понимаем, как это могло повлиять. Мы мыслим, ну скажем так, узко. Если посмотреть в контексте мироздания, то последствия могли бы быть необратимые, друзья. Ну, как я сказал, это примитивный пример, но все же показывает, что большинство страданий и зла в этом мире, это действия свободного выбора человека, который осознанно выбирает делать зло. Когда мы говорим с вами о вопросе природного зла, то на первый взгляд нам может показаться, что объяснить его сложнее. Сложнее почему? Потому что мы с вами читаем священное писание и понимаем, что все сотворено Богом. Я прочитаю вам прекрасный 18-й псалом, со 2 по 7 стих написано. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как женик из брачного чертога своего, радуется, как кисполин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Прекрасный псалом, говорящий, как Бог все устроил, прекрасно и великолепно. А мы с вами знаем, что Бог устроил все весьма хорошо. Тогда возникает у нас вопрос, почему же из этого весьма хорошо исходит зло? Да, если оно все весьма хорошо, исходит зло. Где это хорошо? И тут, друзья, нам очень важно понимать, очень важно понимать, что в законах природы, которые определил Бог, есть определенное благо или добро для нас. Нам надо понимать, что существующий мир, он подчиняется законам природы, которые необходимы. Они просто необходимы для ее нормального существования. Эти законы являются частью мирового порядка, который устроил Бог. И по сути, эти законы, они являются благом для земли и являются благом для людей. Вы согласны, что законы природы являются благом в общей концепции? Да, да. Самоочищение воздуха, самоочищение воды. Бог все так устроил дивным образом, что все эти законы так слаженно и четко работают. И даже я скажу, что определенные катаклизмы, это являются частью этой работы. Но смотрите, мы можем посмотреть. Солнце – это благо для земли? Конечно же, благо. Без нее не могло бы быть никакой живности и жизни на земле. Однако можно умереть от солнечного удара. Друзья, я хочу сказать, что вода – благо для нас. Конечно же, благо. Но в ней можно и утонуть. А можно еще водой отравиться, если в нее постоянно выливать ядохимихаты. Это можно сделать. И Писание, друзья, также нам показывает, что когда Адам и Ева согрешили, то не только в жизнь человека пришло страдание. Мы с вами касались этого вопроса в прошлый раз, но земля на себе понесла также проклятие. Мы помним с вами, опять же, Бытие, 3 глава, 16-17 стих, написано. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему увлечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, тебе сказав, не ешьте от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Со скорбью. Грехопадение, оно привело к скорби. А скорбь, значение слова скорбь, это мучение и боль. Грехопадение, оно привело вот к этому состоянию, что земля, несущая проклятие, она приносит в жизнь человека мучения и боль. И смотря на развитие истории после грехопадения, мы можем увидеть то, что развитие нравственного зла, о котором мы говорили, зло, которое было направлено человека против человека, оно привело к тому, что Бог решил навести суд на эту землю. Вы помните, воды потопа были наведены на землю, и все живущее было истреблено, кроме семейства Ноя. Друзья, это в свою очередь, оно повлияло также на законы природы. Мы знаем, что до этого дождя не было. Писание говорит о том, что это был первый дождь, и повлияло на законы природы. И из этого мы можем сделать вывод, что, ну, во-первых, вывод практически, что человек до сих пор, он продолжает свое пагубное влияние на эту землю, да? Мы это можем видеть. Многие природные катаклизмы, они являются влиянием человека, конечно же, да? Но, ну, однозначно, мы видим глобальное потепление, которое является следствием того, что разрушается соновый шар, и химикаты также, которые выливаются в землю. Все это пагубное влияние на человека, и мы не знаем даже масштабы, к чему они приводят, это влияние человека на эту землю, друзья. Потому что, я скажу, что именно свобода выбора человека является важнейшим фактором в проблеме как нравственного, так и природного зла. Потому что, если посмотреть, то то, что человек делает друг против друга, а также то, что человек падший делает против этой земли, оно несет пагубное влияние. Это однозначно так. И в сравнении, в рассмотрении вопроса страдания и зла, нам также стоит обратить с вами внимание и не упускать из вида то, что существуют темные силы зла. Опять же, дьявол и его слуги, они участвуют в этом процессе и приносят активную боль и страдания в жизни людей. Это их, наверное, основная цель. Они хотят повредить Богу, влияя на Божье творение. И, как правило, больше всего они стараются направить нас по пути неправильного выбора, чтобы человек, сделав этот неправильный выбор, он принес разрушение и боль как окружающим, как себе, окружающим его людям и еще на эту землю. И он многое извращает. Давайте вот посмотрим, например, такое понятие, как глобализация. В наше время это такое... Ну, я думаю, вы все слышали об этом понятии. И если посмотреть изначально, глобализация ставила перед собой как бы благие цели. Она была направлена на всемирное развитие всей экономики и, в принципе, взаимоотношений людей, пытаясь, ставя своей целью, как бы принести определенную положительную тенденцию в развивающиеся страны. Да, и брали страны развитые, в развивающихся странах был план поставить заводы, чтобы люди имели рабочие места, чтобы у людей были доходы. Как бы, по сути, это в нормальном ее состоянии должно было привести определенный порядок в мир, чтобы не было таких перепадов. Но в конечном итоге все пришло к другому совсем состоянию, которое мы с вами видим. Что принесла глобализация? Да, заводы пришли в неразвитые страны. Но что, в этих странах мы можем видеть экологические катастрофы очень часто, потому что экономят на очистительных сооружениях, люди эксплуатируются за мизерную заработную плату. И, по сути, на развитие экономики страны очень часто этого влияния особого не имеет, но имеет на доходы определенных личностей в этой стране. Как бы, благое начало, которое можно было действительно, богатые могли бы повлиять на то, чтобы помочь подняться бедным, оно превратилось в то состояние, что на данный момент, я скажу, что разрыв между бедными и богатыми, он стал гораздо больше. Люди беднеют, богатые богатеют, и добрый замысел, который можно было реализовать во благо, он превратился, по сути, во зло, в глобальном этом масштабе. И я скажу, друзья, что если подвести итог, то в основе проблемы, страдания и зла на земле, первое, что можем отметить, это свободу выбора человека. Человек сам целенаправленно выбирает зло. Второе, что можно сказать, что когда это зло обычно происходит в природе, то это действие законов природы, плюс наш, опять-таки, с вами человеческий неправильный выбор. Очень часто неправильный выбор человека приводит к этим моментам. И мы можем также, должны понимать, что вмешиваясь в эти законы природы или в эти процессы, Богу пришлось бы ограничивать нашу свободу с вами выбора, и тогда мы не могли бы сказать, что у нас с вами эта свобода выбора есть. И также, если ему постоянно пришлось бы менять законы природы, а в глобальном масштабе мироздания, то это нереально, но это очень бы сильно могло повлиять и сделать еще хуже, чем наше теперешнее состояние. Если бы постоянно приходилось это делать Богу. И теперь мы с вами подходим, но все-таки, я думаю, что самому важному вопросу, что же нам делать, вот как людям с этим. Вот мы знаем, что же делать. И я скажу, что, друзья, если мы с вами понимаем всемогущество и величие нашего Бога, а также стоим на твердом основании веры, в то, что Господь Мишуа Мессия руководит историей мироздания и движет эту историю по заранее намеченному плану, то мы будем принимать то, что происходит совсем по-другому. Мы должны с вами иметь это понимание, что именно так и происходит. Мы должны иметь понимание, что Ишуа Мессия, Он пришел на эту землю, взошел на крест Голгофы, чтобы искупить нас с вами и восстановить мировой порядок в состоянии весьма хорошо. И если мы будем соглашаться с Писанием, если мы будем соглашаться с этой концепцией, то мы будем понимать, что все, что происходит в мире, это благо от Бога. Писание говорит, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. К этому благу, друзья, как это ни странно будет звучать, относятся страдания человека, а иногда и зло. Ну, действительно, так говорит об этом Писание. В существующее в мире зло мы должны понимать, друзья, как формирование нас, как христиан, как детей Божьих. И, конечно, происходить это может при условии нашего духовного роста. Если мы приходим к Богу, приходим в Божью общину, и мы возрастаем, то я думаю, что, по сути, вот такие зрелые христиане приходят к пониманию, что страдание, оно, в принципе, является для нас благом. Почему? Писание учит нас, что наши земные страдания являются средством очищения нашей веры. Я вам прочитаю текст, причем веры, которая ведет нас во спасение. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. «Осем радуйтесь, поскорбев, теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе, в явлении Ишуа Мессии, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою спасения душ ваших». Радуйтесь. Написано, радуйтесь, поскорбев, а поскорбев, вскорбь мы знаем, это мучение, это боль. Но Бог говорит, что о всем радуйтесь, потому что через это вы достигаете спасения духа вашего. Писание говорит, что страдания очень часто являются средством формирования нашего с вами характера. Апостол Павел также учит нас не сосредотачиваться на страданиях. Очень важный момент. Не смотреть на страдания и смерть, а размышлять о вечной жизни. Он направляет наш взор дальше, чтобы мы думали о вечном. Второе Коринфянам, 4 глава, 9-11 стих. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Ишуа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Ишуа, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. И дальше 16 стиха говорится, посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое наше производит в безвременном преизвытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. апостол Павел говорит о страдании и смерти даже за Христа. Он говорит, но мы, как христиане, мы должны смотреть не на видимое, а на вечное, друзья. Однако, сказать, что зло и страдания всегда приводят к духовному росту, ну, наверное, будет неправильно. опять же, акцент на слове всегда, не всегда. Я скажу, что иногда зло и страдания, они приводят к смерти. И человек уже не может расти духовно, приводит к смерти. Но и это, друзья, не должно быть проблемой. Это должно быть. Мы с вами смотрим на мученические смерти христиан первого века. Да, мы видим, сколько людей было за веру казнено, убито. И я скажу, что то, что произошло с ними, это было такое вдохновение для окружающих людей, хотя, казалось бы, с ними происходило по человеческому разумению зло, но это вдохновляло людей. И когда мы с вами, проходя зло, проходя страдания в нашей жизни, их проходим, то это также вдохновляет окружающих нас людей. И даже неверующие люди, смотря на наши жизни, они говорят, если человек смог пройти смерть ребенка, то значит есть Бог, который дает силы, есть Бог, который дает человеку возможность проходить эти ситуации. Это вдохновляет верующих в общине, это вдохновляет окружающих людей, друзья. И для нас не должно быть это проблемой, как я сказал, а наоборот вдохновлением, потому что есть для нас с вами, верующих людей, обетование награды от Бога, друзья, которое предназначено для человека, который претерпевает страдания за веру даже до смерти. Бог обещает таким людям награду особенную. И если мы, как апостол Павел, как Рав Шауль, понимаем это, то мы не будем бояться ни зла, ни смерти, мы будем смотреть вдаль и видеть вечность и не бояться, понимая и ожидая награду от Господа. Именно это вдохновляло первоапостольскую церковь, когда люди шли в Колизей, когда их кидали в клетки к животным злым и так далее. Первоапостольская церковь, она ждала прихода Ишуа Мессии, она ждала Его Царства. Они жили этим ожиданием Божьего Царства, потому что они знали, что Ишуа восстановит все, Он восстановит весь мир, Он приведет все в порядок и в мире не будет зла и боли. И они жили именно этой жизнью. Друзья, для нас, как детей Божьих, когда в нашей жизни или в этом мире мы сталкиваемся с вами со страданиями, злом, очень важно понимать, что Бог, Он допускает зло ради большего блага. Это большее благо, друзья, это наша с вами свобода выбора. Это большее благо, это духовное совершенствование наше. Это большее благо, это законы природы, которые мы имеем. Без этих это большее благо, даже это дар жизни вечной, который Бог обещает для нас. И без этих благ жизнь была бы совершенно немыслимой. Она была бы совершенно другой. И я думаю, я уверен, потому что я верю в Слово Божие, которое Бог, когда Бог сказал, что все, что Он создал, весьма хорошо, я Ему верю и понимаю, что если бы Бог что-то изменил, то мы бы ждали этого состояния этого мира. Потому что, возможно, то состояние, оно было бы хуже для нас. И мы должны понимать, я хочу еще раз повторить, чтобы мы все запомнили, что Бог допускает зло в жизни своих детей и в этом мире ради большего блага. Друзья, это христианская позиция. На этом стоит, в принципе, основание всей христианской веры ортодоксальной. мы верим, что Бог допускает зло ради большего блага. И я, друзья, могу подтвердить вам это. Не просто как знание, я могу вам подтвердить это на личном свидетельстве. Как я вам говорил, 14 лет назад у нас с Ирой умерла дочка. Она родилась в 7 месяцев. И получается, что сейчас, на данный момент, я уже могу смело сказать, что умерла она по вине врачей. Ну, это факт, я объясню вам, что когда нас привезли в роддом, то одна из врачей, она сказала, надо делать операцию, надо делать Кесерова, вот сейчас уже. Она, ну, но для этого надо, опять же, деньги, и лучше это делать в другом роддоме, все. И по сути, они, врачи, они даже нам не объяснили последствия, которые могут быть. Ну, как бы они сказали, пусть, давайте подождем немного, она наберет немножко веса, сделаем операцию позже. И нам не сказали, что в таком случае могут быть большие проблемы, потому что я скажу вам, что если бы я понимал суть проблемы, которая может произойти, я думаю, что мы бы нашли эти деньги. Я уверен, что мы нашли эту сумму денег, но мы не понимали, нам не сказали сути проблемы. Ситуацию врачи дотянули до того момента, что уже спасали не ребенка, а Иру, потому что началась ослойка плаценты, кровотечение, и спасали Иру, а ребенке уже никто не думал. Но ребенок выжил. Выжил, она родилась, там врачи говорят мне, все прекрасно, все хорошо, мы с мамой зашли, ребенок великолепно, ручками машет, все, все, ну, все прекрасно. Когда мы пришли на следующий, когда я пришел на следующий день, Ира этого всего как бы не помнит, она была после состояния, когда ее спасли практически, и когда мы пришли на следующий день, то вышел врач и говорит, ваш ребенок умирает, и нет шансов. Для меня это был шок, я не знал, что на тот момент делать, мы были в принципе уже верующие люди, и я понимал, что помочь может только Бог, только Бог мне может помочь в этой ситуации, я хотел помолиться, помолиться негде, куча людей везде, я побежал в 200 метров была православная церковь, я забежал в православную церковь, упал на колени, молился Богом, я могу сейчас спокойно об этом говорить, потому что я прошел эту ситуацию, и я молился до того момента, как не позвонил врач и сказал, что ваша дочь умерла, вы знаете, для меня тогда это был действительно серьезный шок, я не знал, что делать, ну, вообще, и именно в этот момент пришел ко мне дьявол, и говорит, ну что, и где же твой Бог, на тот момент я не смог пройти эту ситуацию, боль, она привела, в моем сердце, она привела к тому, что я запил, начал вливать в себя, извините, наркотики, чтобы заглушить эту боль в себе, я не мог, мне было очень больно, и это привело к тому состоянию, что в один прекрасный день у меня остановилось сердце, меня остановилось сердце, меня мои друзья, так называемые друзья, с которыми я это делал, они взяли, выкинули меня в камыши, ну, потому что я умер, как бы выбросили, думают, чтобы не было проблем с органами, но Бог богатой милостью дал мне жизнь, я очнулся дивным образом, я не знаю, как это произошло, но я могу сказать, что с того дня, вот во моем сознании, когда я очнулся, я встал и я думаю, если я не буду идти за Богом, то дьявол, он убьет меня очень быстро, в моем сознании, эта вся ситуация, она произвела такую встряску, такое, вообще, я не знаю, даже я не могу передать человеческими словами, но я знаю одно, что после этого момента, я вернулся в общину, и с того дня я принял четкое решение следовать за Богом, служить Ему всем своими сегоствам, и с того дня я уже ни разу не отходил от Бога, ни разу, потому что Бог, то зло, которое произошло в моей жизни, в котором был и мой выбор, потому что я вам скажу, честно, буду с вами откровенен, что до момента всей этой ситуации я и за Богом следовал, но и себе позволял грешок, дед, у меня не было мысли, что я посвятил свою жизнь всецело Богу, у меня, я думаю, я и в церковь буду ходить, ну и еще немножко в миру иметь контакт, не было выбора у меня на сто процентов, но Бог взял это зло, которое я по сути был и участником где-то в какой-то мере, но он взял это и превратил в благо и благословение для всей моей семьи, я знаю, что, теперь я могу твердо сказать, потому что я прошел эту ситуацию, та боль и зло, которое было причинено мне, Бог взял эту боль и перевел, перетрансформировал в благо, и всегда Бог в этом мире, Он на этой земле, Он пытается перевести боль, друзья, зло и боль в благо, Он допускает зло в этом мире ради большего блага, это однозначно, друзья, Аллилуйя, Слава Господу! Я хочу попросить группу прославления, наверное, мы будем подходить к концу моей проповеди, и хочу сказать очень важные, друзья, для всех нас слова. Если мы верим в Бога, и если мы с вами верим в Его Слово, то мы должны понимать, что Бог постоянно вмешивается в ход событий на этой земле, Он всегда уменьшает количество зла. Вообще, если мы с вами посмотрим на написание и на общую концепцию, то мы можем увидеть в глобальном плане, что на примере израильского народа, что то зло, которое Бог допускал с израильским народом, оно оборачивается благом для всего мира. Вы согласны со мной? Оно является благом для всего Израиля, потому что мы знаем, что израильский народ в конце времен, он скажет баруха бабы шамадунаи. И все эти ситуации в истории, которые проходят и проходил Израиль, это во благо Израиля. И для нас, когда мы читаем теперь Писание, видя все то, что происходит, происходило с израильским народом, для нас это примеры и это то, что учит нас в нашей жизни. это то, что направляет нас к большему благу, большему благу того, что Бог в определенный момент истории, Он Сам вмешался в эту историю и Ишуа Машех Он пришел на эту землю. Друзья, две тысячи лет назад Ишуа Мессия оставив славу в небес, Он облегся воплоть, пришел на эту землю, чтобы победить сатану и смерть, друзья, чтобы тем самым завершить этап своего Божьего плана для восстановления мироздания, чтобы, друзья, в конце этого плана дьявол был окончательно поражен и прекратилось боль и зло на этой земле, чтобы все творение, оно пришло в состояние весьма хорошо, чтобы не было уже того, что мы с вами можем видеть. Писание говорит о том, что Ишуа Мессия в конце времен Он установит свое царство на этой земле, где пребывает Божья слава, где пребывает Божий мир, друзья, где нет боли и страданий. Но до этого момента мы с вами, люди спасенные Мессией, мы пребываем в несовершенном мире. Мы пребываем в мире, в котором нам приходится соприкасаться со злом, а иногда это зло, оно само касается нас. Мы не хотим, но оно касается нас. Но мы не должны бояться этого. Я могу сказать, что мы не боимся этого, друзья, потому что мы знаем, как говорит Писание, что спаситель нас жив. Вспомните слова Львова, человек, который на его примере показано, какие страдания и боль могут прийти в жизнь человека. Но человек, который говорит, а я знаю, что спаситель мой жив, и он в последний день восстановит распадающуюся кожу мою сию, и я вижу благость Господа на земле живых. Мы с вами можем также говорить, я знаю, что спаситель мой жив, я знаю, что он в последний день сохранит меня, я знаю, что несмотря на страдания и зло, которое мы видим, я буду с Богом на земле всегда, в вечности я буду с Богом, ничто не сможет отлучить меня от Божьей любви, и это дает мир, это дает покой, это дает надежду, это дает уверенность в будущем, друзья, это то, что помогает нам идти по этому жизненному пути, чтобы мы шли, провозглашая и утверждая Божье Царство, несмотря ни на ни на ни на ни зло, ни смерть, ни ангелы, ничто, оно не может нас отручить от любви Божьей, и нам надо с вами понимать, что все зло, которое происходит в этом мире, Бог допускает для большего блага, Он преобразовывает его во благо, амлуйя, давайте мы помолимся, нельзя, и если вы сейчас может быть вы проходите тяжелые ситуации, может быть в вашей жизни есть боль, страдания, выходите вперед, здесь будут слушатели, лидеры служения, которые помолятся с вас, аллуйя, аминумалкейну, святый, мы поклоняемся тебе, аминумалкейну, мы благодарим тебя за слово твое, которое вдохновляет нас, аминумалкейну, мы благодарим тебя за то, что ты производишь нас радость, несмотря на то, что нас в этом мире очень часто окружают боли и страдания, больше мы не боимся этого, потому что мы знаем, что ты с нами до скончания века, мы знаем, что ты проводишь нас через эти ситуации, мы знаем, что больше очень часто ты эту боль и зло преображаешь в благо, Господь, и мы стоим на том, что ты Бог благой, что ты Бог человеколюбивый и многомилостивый, мы стоим больше в нашей вере в тебя, и мы говорим ничто не поколебает нас, звери, Господь, потому что мы верим в тебе, мы не верим обстоятельствам, мы верим тебе и твоим условам, благословен на имя твое, а вину благословен ты наш царь, я прошу тебя, чтобы во время этого поклонения твой руах, он действовал, исцеляя сердца нашего Господа, чтобы приходило полное исцеление ран, во имя Ишуа Мессии. Каждый год мы говорим о целях последующего года, и этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям, 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание, как долго, когда это придет, мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. премьи. Продолжение следует...